Эх, хочется копченые сосисочки, но поганая погода этого не позволяет. Ничего, мы выкрутим. У нас прямо на комфорте можно сделать замечательные копченые сосисочки из обыкновенной баночки из любого напитка. Итак, примем большую баночку из любого напитка, данную санжу энергетических на пол-литра, везде продаются, можно любые напитки другие купить. С помощью резиночки разделяем ее пополам. Для чего? Для того, чтобы нарисовать ровные, красивые линии и потом по этим линиям следовать. Все-все-все, шикарно, да-да-да-да, все шикарно. Так, берем фломастер, любой фломастер смывающийся, не смывающийся, можно даже гвоздиком подкрябать, вполне сойдет. Нам главное провести линию, чтобы видеть, где начало, где конец и никуда не уйти. Следующий шаг вообще невероятно простой. Мы что будем делать? Правильно снимать нашу резиночку чертой матери, она больше нам не нужна. Дальше берем лобзик или маленькую пилочку, это идеально. И аккуратненько со всех четырех сторон надпилим там, где металл более толстый и прочный для того, чтобы не сломать и не сжать нашу баночку. Держим в руках, зажать, к сожалению, на данном этапе совершенно невозможно. Я пытался чуть-чуть медленно идти, но оно разрезается легко, абсолютно несколько взмаха туда-сюда, и все, оно пилится чуть-чуть, все, пошло теперь с другой стороны. Чуть-чуть на метрочке, еще и еще метрочке, и тоже, и уже там все. Допиливать до конца не нужно, лишь из четырех сторон. Оставляем для более тонкого предмета, то есть любым ножиком аккуратненько дальше разрезаем. Сначала донышко разрезаем, потому что оно более плотное. Потом крышечку, и теперь аккуратненько, потому что самые мягкие как раз части, это боковые. Идем ножиком, и разрезаем здесь самым идеальным или хорошим лезвием, там, строительным ножиком, или обыкновенным домашним ножом, любого качества, вполне нормально, естественно, тупым здесь ножом ни черта не сойдет. Вторая сторона, сторона уже разрезана. Все, дорезалась до самого конца, раскрываем. Чуть-чуть там осталась напитка, естественно, не было видно. Промываем, вычищаем, все, готово, наша баночка идеально готова. Выравниваем лепесточек, чтобы она все полностью закрывала. Да, посмотри, какая у меня джем-джем-джем-джем. Так, берем нижнюю сторону, любую, как вам обычно нравится, и с каждой стороны делаем три отверстия, где-то отступаем полсантиметра от края самой баночки, одно напротив другой. Сначала одно, второе, потом другой, приравниваем так, ровно-ровно. Теперь с этой стороны, потом еще здесь, и напротив него отверстие. Все, шесть дырочек, больше дырочек делать не будем. Следующий шаг, нам потребуется любая нержавеющая проволочка. Я думаю, здесь любая, подойдите, какая купить. Запихаем туда, чуть-чуть отступаем, буквально, ну, санкетки бедра нам два надо, и возвращаемся назад. Я держу моток, чтобы лишнее все-таки не вырезать. Пойдет нам поделочка дальше. До конца не дотягиваем. Оставляем где-то сантиметров пять-шесть, где-то так, чтобы... Для чего? Для того, чтобы лапки вниз опустить. Так, выровняем сюда. Хорошо. Так, нормальненько выровняем. Чуть-чуть вперед, для того, чтобы она все-таки пропихнулась. Запихаем это последнее наше отверстие, и выходим с той стороны. Ничего сложного нет. Выровняем все сих сторон, чтобы было одинаково. Красиво, ну, естественно, красиво получается. Какого-фига, но красиво не должно получиться. Выровняем ножички, и эту часть загибаем вот сюда. Откусываем лишний кусочек провочки. Ну, ничего, ничего страшного. Пойдет на рогаточку, которую вырезать очень больно и далеко. С этой стороны, но также загибаем лишний, отрезаем, и загибаем, чтобы оно держалось. Вся ножичка нормально. Так, вот здесь хорошо. Плоскогубчиками поднес. К сожалению, без плоскогубцов на данном этапе будет обходиться тяжело. Но, тем не менее, это вполне реально. Следующий шаг, нам нужно все загнуть внутрь. Естественно, проволочки, которые не загнулись, нам также нужно прижать. Хорошо, так, последняя проволочка здесь зажата. Здесь поджимаем, чтобы было красиво. И с помощью плоскогубчика выравниваем с поддержкой. Чуть-чуть-чуть-чуть с этой стороны. Опять чуть-чуть-чуть, чтобы она равномерно опустилась вниз. Посмотрите, одна сторона готова. Раз, чуть-чуть, раз, раз с этой стороны. Так же, потом опять сюда, сюда и сюда. Все, наши ножки стоят, наши уже гриль гоптильна, уже полностью готова. Крышечка накрывается, вообще шикарно. Но мне не нравится крыша. Крышечка должна быть красивой. Сберем кусочек проволочки, выравниваем вот таким вот макаром буквой П большой. Загибаем в хвостечки вот эту сторону чуть-чуть. Не румно, а вот эту сторону. Шикарно, все. П согнутая у нас получилась. Теперь делаем наметочку, где проколоть. Ага, здесь и здесь. И делаем с помощью шило отверстия. Шило проколоть. Идеально, нету шило, используем гвоздик. Шикарно, так, запихнули сюда и будем теперь ручку саму выранить. Здесь, к сожалению, тоже без плоскогубца не войдется. И если что, можно даже обойтись без верхнего крышечки с помощью ручки. Просто снимать аккуратненько. Ну не, ну это вообще не плящет. Хочется все-таки для себя сделать нормально. Более того, это наше устройство можно использовать очень-очень-очень много раз. Десятки. И ему ни черта не будет. Так, вегетбаем теперь в эту сторону. И возвращаемся вверх, для того, чтобы проколоть крышечку обратно и прижать. Для чего? Для того, чтобы ручечка наша не болтается. Если делаем хорошо, естественно, делаем хорошо. Шило сюда. И хвостики прячем вот так, чуть-чуть сюда. И так, вернули. Все, оно вышло снаружи. И снаружи опять загибаем. Получается, полностью держится шикарно и просто неповторимо. Все, с одной стороны готово. Чуть-чуть-чуть капельку поджимаем. С другой стороны также чуть-чуть поджимаем, поджимаем. Все, готово. Ручечка держится. Ну, вообще шикарно держится. Не повторим, практически заводская установочка. Все, наша мини-копелька полностью 100% готова. Как мы делаем? Ставим на любую комфорочку, чтобы она стояла и не дребезжала. Будем использовать для копчения сосисочки или готовые практически продукты. Там бекончик, колбаску, да, чего угодно. Сырые можно также использовать, но очень тоненько нарезанные. Дальше для топлива нам потребуются обыкновенные деревяшки. В данном случае я использую палочки из-под мороженого. Не впадло выходить искать дерево. В принципе, можно и веточку нарезать, но ничего страшного. Это тоже вполне пойдет. Сначала их нужно вымочить в любой воде. Конечно же, чисто. Теперь запихаем. В данном случае использую 6 палочек из-под мороженого. Также можно веточки, листочки, да, чего угодно. Также добавляем туда где-то пол ложечки воды, для того, чтобы оно все еще было более влажное. Идеально туда также запихнуть листочки из фруктовых вкусных деревьев. Там абрикосики, там черешни, да, чего-нибудь вкусненького. Никакого случая, там дуба, ничего не надо. Поджигаем огонь и забываем на несколько секунд. Естественно, контролируем весь процесс. Периодически подходим, снимаем крышечку, смотрим, что внутри происходит. Внутри что происходит? Сейчас происходит яростное испарение всей воды, которая у нас уже внутри есть. Наши сосисочки пропитываются этой всей вкусняшкой от дерева. Естественно, будет пахнуть так, как наши деревья. Если деревья горькие, например, орех, оно получится очень фигурно. В данном случае получается просто шикарно. Посмотри на сосисочки, они уже идут. Блин, я уже прям сейчас чувствую этот невероятный запах, который не наполняется. Это только начало. Еще наши веточки влажные. Когда они полностью нагреются, испарят весь сок из себя, они будут самое то. Периодически перемешиваем, поворачиваем, возвращаемся к ним. Сосисочки на одной стороне долго не оставляем. Почему? Потому что они подгорят и будут нервные, нервные и некрасивые. Так, по чуть-чуть оно коптится там. Сейчас скоро испарится вся вода, которая у нас есть в емкости, и начнется наполняться дымом. Это уже, посмотрите, уже коптится. Уже черненький, красивенький и золотистый. Переворачиваем, контролируем, все держим под контролем. Огонь самый маленький, который только можно сделать на вашей комфорте. Вообще минимальный. Дальше держим спокойно столько, сколько вам потребуется. Здесь также идеально запихнуть свежие листочки из фруктовых деревьев. Вообще коптильно получится. Замечательно. Каждый раз накрываем и смотрим, периодически открывая, что вам больше нравится. И когда продукт будет полностью готов. Посмотрите, насколько замечательно. Так, выключаем газ и уже, наверное, будем все-таки снимать в нашей комфорте, потому что продукт уже готов. Если его передержать, оно уже будет невкусно. Посмотрите на сосисочке. Они уже треснули по шву. Они просто припомнили дымком. Этот запах просто невероятный. Посмотрите, вторая сосисочка полностью готова и поджаристая. Что у нас осталось? Снимаем нашу коптильню с огня. Осторожно и горяченький. Наши деревяшки превратились уже в угольки. Вытаскиваем их оттуда. Аккуратненько, все пока что горячее. Все деревяшки, к сожалению, повторному использованию не подлежат. Они уйдут в мусор. Это наше было топливо, которое мы полностью практически используем. Они все превратились в угольки. Все, выбрасываем мусор. Если их можно промыть или не промывать нашу коптильню, она уже хорошенькая, чистенькая. Если, конечно же, накапал жир, нужно полностью промыть. И можно использовать повторно десятки раз. Закрываем, держим, используем, когда мы хотим наши копченные сосисочки, копченый бекончик, там мяско, тоненький кусочек поставить. Оно, это замечательно. Готовим столько, сколько вам потребуется. Если нужно, подбрасываем свежее топливо туда, забираем старое. Или смотрим, как нам нравится. Я не могу вам описать. Готовы, данные сосисочки готовы где-то минут 10. Тупо от силы. Данная коптильня делается так же, минут 10-15. Ну, потому что, ну, реально, по кругу обрезать и запихнуть проволочку. Ну, ничего вообще проще данного, ничего нет. Вы хотите копченый сосисочку? Это, конечно, невероятно. Любая колбаска. Туда все пойдет. Курочка, грудиночка, да что угодно. Посмотрите, как оно выглядит. Оно вкусное и невероятное. И более того, это можно сделать дома, даже не выходя из дому. Почему? Потому что там поганая погода, лед, а я сейчас хочу жрать, что-нибудь вкусное и аппетитное. Ладно, лед, приятных аппетитов всем.